Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Вала Щу. Все хорошее когда-то кончается, и наш четырехдневный отпуск подошел к концу. Вот этот прекрасный отель мы покидаем с чувством благодарности. Лахтоплаза называется, Газпробовский отель. Все здесь было прекрасно. Номер высший пилотаж, вентиляция отличная, постель от белоснежной, меняет каждое утро. Завтраки в ресторане, высший пилотаж, свежевыжатые соки, все хорошо. Кроме выпечки, выпечка чуть-чуть не хрустит. Круассаны там всякие. А так все отлично. Что еще интересного здесь? Ну, вечерний ресторан тоже обалденный. Обслуживать великолепно. Он закрывается в 22.30, но нам разрешили с друзьями сидеть до часу ночи. Поэтому отношение к публике, к клиентуре очень достойное. Поэтому спасибо этому отелю, этому ресторану и этому городу. Мы получили бессказанное удовольствие от поездки и выезжаем в Москву. Что-то в мире все-таки изменилось. То ли я изменился, то ли люди вокруг изменились. То ли и то, и другое вместе. Но, скорее всего, так и есть. Пандемия на это повлияла. Или это длительный процесс, не знаю. Но я раньше воспринимал питерцев как людей с пессивой. А сейчас, ну, просто меня удивляет. Люди приветливые, доброжелательные. Скорее всего, что и я изменился, и здесь что-то изменилось. Потому что оно всегда чувствовалось, это холодность, надменность питерских товарищей. Такое превосходство культурной столицы России, над москвичами. А сейчас я этого не чувствую. Но вот мне это нравится. Это прекрасно. Что мы меняемся. В лучшую сторону, все вместе. Что еще хочу отметить в Питере, как автомобилист? В Москве дороги хорошие. Собянин привел Москву в порядок. Отличные дороги, хорошие развязки. Перестали мы стоять в этих жутких пробках. Поверните направо на мост. Но в Питере просто класс. И дороги, и развязки, и разметка, и дорожное покрытие, и указатели. Освещение. Ну, просто ездить одно наслаждение. И, когда у тебя под рукой гид, хороший знаток. Города. Электронный гид. То ездишь спокойно, уверенно. И наслаждаешься жизнью. Как и положено настоящему новому хардрокеру из Москвы. Снимаем заключительную серию о нашем краткосрочном четырехдневном отпуске, который мы провели в Питере и его окрестностях. И в разных злачных местах. Типа хардрок кафе. О котором говорили в предыдущих сериях. Ну, первое, что хочу сказать. Я хочу поблагодарить одного посетителя нашего аккаунта. Под ником NoBodyCannaCrossit. За то, что подсказал мне, что нельзя руки вот так держать на руле. Что устают плечи. И действительно, я поддвинул кресло поближе. Прямо с того момента. И в таком положении руки действительно отдыхают. Не напрягаются. И в то же самое время готовность к непредвиденной ситуации повышается, улучшается. Благодарю, добрый человек, что подсказал. Низкий от меня тебе рокерский бакло. Едем в Москву, по дороге будем рассказывать, если будет что-нибудь интересное. Делиться своими мыслями всякими. Расскажу вам о последнем питерском приключении на выезде из гостиницы из города. Мы с супругой разговаривали и не заметили, как отключился навигатор. Потому что уже рабочий день начался. Звонят с работы, звонят дети. Не заметили. И поэтому немножко попетляли по Питеру. Пока не обратили внимание, что молчит навигатор. Включили его и только спустя целый час выехали из Питера. На трассу М-11. Не хотел Питер нас отпускать. Ну или нам так понравилось, что мы не хотели оттуда вырываться. На подсознании. Потому что город действительно прекрасный. Хотелось остаться там еще хотя бы на неделю. Все посмотреть, со всем познакомиться. С людьми пообщаться. Ну, теперь уже все. На трассе М-11. Как анекдоты надо рассказывать по случаю. Так и в дороге. Я предпочитаю рассказывать дорожные истории. За столом я предпочитаю говорить о гастрономии, о вкусных блюдах. А в дороге о дорожных историях. Поэтому расскажу вам одну дорожную историю. Но начну я издальник. Мне повезло, посчастливилось служить на флоте. На Тихоокеанском. На Камчатке. На военных кораблях. Три года. И там есть такая традиция. Называется адмиральский час. То есть в час дня пообедали. И до трех часов адмиральский час. Можно отдыхать, спать можно. Но спать, конечно, могут только старослужащие. Молодым всегда работа найдется. А старослужащие считаются где-то от полутора лет службы. То есть когда человек приходит на флот, у него градация такая. Карась. Доходит до полутора лет службы. Он уже начинает освоился. Уже начинает борзеть потихоньку. И он начинает называть уже оборзевший карась. Когда два года стукнуло. Тогда он уже называется подгодок. То есть ему осталось служить год. И когда два с половиной года, это уже годок флота российского. Вот так вот гордо называются старослужащие, которым осталось полгода службы. И вот эти вот старослужащие, начиная от полутора лет, от оборзевшего карася, уже имеют право отдыхать после обеда. И вот за этих оставшихся полтора года, ты до того привыкаешь спать после обеда, что это входит в свою привычку, такую устоявшуюся. И когда я вернулся с флота и поступил в институт, то как раз на это время приходилась пара одна, после обеденной. После перерыва большого. Я просто изнемогал. Я так мучился. Мне так хотелось спать. У меня хоть спички вглот вставляют сюда, спички. Потому что, ну, невозможно так спать хотелось. И где-то год я вот этим мучился, пока вот не отучил себя. К чему я это все рассказываю? Где тут дорожная история? А дорожная история следующая. Однажды мы с семьей пролетели на отдых в Грецию. Заказали трансфер. Нас встретил этот автобус и повез наш отель. А ехать надо было где-то час. А дорога такая вдоль моря, справа обрыв, слева скала. Дорога узкая. По сути дела, даже ограждающих этих камней нету, бордюров, столбиков. Поэтому как-то так стрёмно немного. И как раз время подошло сиесты. Ну, греческого у них что в Испании, что в Греции отдых после обеда. И я прекрасно понимал, что он сейчас начнет дремать. Водитель смотрит точно. Машина начала плыть потихоньку. Вижу, он уже плюет носом. И тогда я сыну говорю, слушай, садись сзади него. Я сяду справа чуть-чуть, а сзади. Давай не будем давать ему спать. И мы начали периодически по очереди. Сначала я что-нибудь у него громко спрошу. Он дернется, минут пять едет с открытыми глазами. Опять начинает клевать. Сын сзади песню громко запоет. Водитель уже смотрел на нас, думает, где-то малешенные из России приехали. Даже жена уже говорит, что вы там кричите. Мы ей уже потом рассказали, зачем мы это делали. Ну, доехали до отеля нормально, безопасно, все было хорошо. Так что даже такая привычка, знание такой привычки, делает дорогу безопасной. Вот такая история. Расскажу вам еще одну дорожную историю. Как мы съездили на отдых в Испанию. А мы обычно в последнее время научились пользоваться не туроператорами, или турагентствами. А сами находим себе виллу, заказываем ее, связываем все с испанцами. Заказываем эту виллу, приезжаем туда. Так как у нас семья большая, нам нужно много комнат. И это обходится намного дешевле, чем бронировать гостиницы. Гостиницы дороже получается, значительно дороже. А тут прекрасный комфорт, и простор, и бассейн, ну, все подряд. Но тут нужно понимать одну тонкость. Когда ты берешь на прокат машину, то желательно арендовать виллу, у которой есть либо гараж, либо территория, куда эту машину нужно загонять. Что произошло у нас в этот раз? Мы взяли в аренду микроавтобус Mercedes, так, семья большая. И они взяли с нас в залог, 1600 евро. Ну, вдруг мы там поцарапаем, помнем и так далее, там подобное. Который потом возвращается, этот залог. И мы две недели там прекрасно все провели, отдых. Но гаража там не было, и территория, куда загнать машину, не было. И поэтому машина стояла прямо на улице перед домом. И когда подошло время сдавать машину назад, в прокат, я вызвал этих прокатчиков, чтобы они приняли машину, приехали, и отдали мне депозит. Я с утра еще съездил в магазин, что-то там купил, вернулся, машину поставил, зашел, через полчаса они подъезжают, звонят мне, все хорошо, выходите, будем принимать у вас машину. Я вышел. Подходим к машине, а там царапина. Вот вдоль всего борта машины, по всем дверям, как будто кто-то монеты рвел, процарапал. Они говорят, причмокивают языками, цокают. Я говорю, ну депозит отдать не можем, потому что теперь надо вот это устранять. Мы не знаем, сколько потратим. Все же останется, вернем, перечистим его. Ну, деваться некуда, я ушел. Я прекрасно понимал, что это сделали они сами. Поэтому, если будете брать виллу, то берите ее с гаражом. А если там нет гаража, то когда вызываете прокатчиков, не уходите от машины, стойте за нее, пока не сдадите. Вот такой вот интересный дорожный инцидент у меня был. С потерей 1600 евро депозита на ровном месте. Ну, и раз мы едем из Санкт-Петербурга в Москву, то грех не вспомнить песню группировки Ленинград под названием «Дороги». Шнуров великолепной песней поет с матом, но песни очень интересные. Мне нравится. Да, вот так вот настоящих мужиков всегда выносят ноги и помогают боги. Это действительно правда. Многие хают творчество Шнурова, что он там матерится, стебется, но у него иногда потрясающе глубокие песни сочиняют. Допустим, песня вот эта «Мне бы в небо, мне бы в небо». Здесь я была там, я не был, но это очень... Я просто аплодирую Шнурову за эту песню. Она уже старая, но это классная песня. Это очень глубоко. Это класс. Так что, вот такие дороги. Ну, вот и все. Закончен отпуск. Приехали назад в Москву. Все пролетело словно отблеск. Вся жизнь как сон, но наяву. Теперь опять всем за работу и за учебу. Кому что. Готовиться к новому взлету или к падению. Жизнь лотова. Главное делать то, что любишь. Иначе жизнь не в моготу. Тогда ни взлетов, ни падений. На одной ноте, под узду. Радушно нас Москва встречает. Москва приветлива для всех, кто своим делом прославляет и создает ее успех. Москва только слезам не верит. Вторых попыток не дает. И тем, кто строит здесь карьеру, знать это надо наперед. Ругают многие столицу за ее жесткий властный нрав. Но к тем, кто хочет в жизни сбыться, трудом своим она добра. Из жизни русской профессуры, Из жизни докторов наук, Истории вам без цензуры, Расскажет рокер Валащук.